Девушки отдыхают Прославленным Что вот это тело Христа Явило славу Христа Воскресшим Воскресшим телом Христа было И знаете, такое слово ко мне пришло Что наступит такое время Когда этот мир Будет искать Иисуса Будет искать тело Иисуса Христа Будет искать ту церковь Которая явит Тело Иисуса Христа Живое, воскресшее Чтобы хоть прикоснуться к телу Христа Чтобы получить исцеление Освобождение Воскрешение Тело должно быть готово Должно быть готово Это пророческое слово к вам Поэтому каждый из вас ответственный Чтобы каждый участок тела Христа Был здоровым Здоровым в духе Я думаю, вы понимаете О каком я здоровье говорю Здоровыми в духе Здоровый в духе Буду здоровым телом Аминь Аминь Слава Богу Благодарю вас за послушание За то, что вы Несмотря на эту жару Все-таки пришли Как я попросила в масках Ну а сейчас мы как раз Будем говорить о послушании Послушание одного Что совершает послушание одного И что совершает Непослушание одного Вот очень интересное место Которое мы посмотрим И через которое посмотрим Это Римляне 5, 17, 19 Ибо если Если преступлением одного Смерть царствовала Посредством одного Одного человека Одного Адама То тем более Приемлющее Обилие благодати И дар праведности Будут царствовать В жизни Посредством Единого Иисуса Христа Посему Как преступлением Одного Всем человеком Осуждение Так Правдаю Одного Всем человеком Оправдание К жизни Ибо как Непослушанием Одного Человека Сделались Многие Грешными Так и Послушанием Одного Сделаются Праведными Многие Вы знаете Что человек Такое Интересное Создание Особенно Вот сейчас После того Как Грехопадение Нас Постигло Человеку Свойственно Приписывать Силу К большинству Судить По большинству Большинством Решать Большинством Голосов Вы это знаете Тоже Да Вот именно На это И рассчитывает Я вам скажу Дьявол Он пользуется СМИ Вот этими Всякими Программами Всем Распространяя Массовые Заблуждения Чтобы масса И все говорят Все говорят Но нужно знать Правду Истину От Господа От Духа Божьего Пусть даже один Будет знать Правду Вокруг Него Соберутся Те Которые Узнают Правду И я вам скажу Что Бог Он Такой Интересный Он никогда Не смотрит На большинство И никогда Ничего Не совершает Потому что Много Вот множество Людей Я совершу Чудо А тут Все Два-три Человека Ну что Какое чудо Богу Нужен Только Один Но Послушный Один Но верный На кого Бог Может Положиться И через Который Он Может Сотворить Своё Чудо Для Его Всемогущества Нужна Только Одна Точка Опоры Знаете Ведь Такое Выражение Да Дайте Мне Одну Точку Опоры Я Поверну Весь Мир Да Одна Точка Опоры Один Верный Один Послушный И Бог Явит Свою Славу Явит Свою Силу И Своё Всемогущество Вот В книге Зарвавеля Написано Очень интересно Извините Захария 4-6 Тогда Отвечал Он И сказал Мне Так Это Слово Говорится К Зарвавелю Выражающее Не воинством И не силою Но Духом Моим Говорит Господь Саваоф Не воинством Не силою Но Духом Бога Из Одного Ради Одного Через Одного Совершит Бог Чудеса Итак Мы видим Что Непослушанием Только Одного Человека Все Человечество Впало В беззаконие В грех Весь мир Погряз Во тьму В бунт В блуд Во тьму Непокорство Из-за Одного Непослушного Все Человечество Именно Непослушанием Человек Отпал От благодати Жить Жить В раю Говорить С Богом Напрямую Общаться Так С ангелами Ходить В этом Сомне Отпало Такой Благодати Что Никогда Не умрешь Просто Вкусишь От древа Жизни Будешь Жить Вечно Непослушанием Одного Мы Все Этого Лишились Представляете Но У Бога Есть план И Бог Нас снова Приводит Через Послушание Приводит Все свое Творение Опять В это же Состояние Теперь Бог Для нас Уготовил Путь Путь Спасения Мы с вами Говорим Путь Спасения Отчего Спасения От нас Самих Вы знаете Спасение От нас Самих От нашей Натуры Непослушной Возвращает Нас Опять В послушание Весь Этот Путь Мы Учимся Послушанию И на протяжении всей истории Существования Человечества Мы видим Путь Спасения И совершается Этот путь Спасения Через Кого? Через Послушных Через Послушных Через Одного Послушного Потом Другого Послушного Совершается Путь Спасения Давайте Начнем с Ноя Ной Он был Послушан Богу Что он Великого Такого Он был Послушан Богу И все И через Послушание Ноя Спаслось Все Первое Человечество Представляете Ной Был Первым Спасителем Благодаря Одному Послушному Все Человечество Спаслось И опять Мы здесь На земле Мы живем Какая Прелесть Я Конечно Знаю Что и до Ноя Был Енох Говорится Что он Ходил Пред Богом Но Спаслись Мы Фактически Первый Раз Весь Мир Спас Через Ноя Почему Житие Было Праведным И он Был Верующим Богом Бытие 6 9 Говорится Вот Житие Ноя Ной Был Человек Праведный И Непорочный Вроде Своем Ной Ходил Пред Богом Ходить Пред Богом Можно Только В послушании Когда Все Человечество Так Сильно Пало И Животный Мир И Человек Все Согрешили Один Ной Остался Со Своей Семьей Праведным Один Ной Его Семья Были Послушны И Не Множеством А Духом Божьим Бог Спас Построил Ковчег И Спас И Опять Все Человечество Мы Пришли Благодаря Одному Послушанию Возьмем второго Авраам Поверил Богу Послушался И Пошел За Ним Повиновался Говорится Голосу Бога Повиновался И Пошел Верой Он Стал Отцом Веры Он Проложил Путь К Обетованию И Не Только К Обетованной Земле Но Он Стал Еще Кем Про Отцом Иисуса Христа Как Сказано Что В Его Семени Благословится Весь Народ Бытие 22 18 Благословятся В Семени Твоем Все Народы Земли За То Что Ты Послушался Голоса Моего Ты Просто Послушался Ну А Послушание Конечно Есть Действие У Послушания Просто Послушал Или Послушался И Бог Сказал Авраму Что Только За Его Послушанием За То Что Он Послушал Голоса Его Даже Спаситель Через Него Придет И Он Стал Отцом Верующих Один Аврам Один Аврам Послушанием Одного Аврама Мы Приобрели Спасителя В будущем И Через Него Повиновалось Множество Целый Народ Но Богу Нужны Послушные Понимаете Бог Нуждается В послушных Пусть Не во Множестве Но В послушных И Знаете Что Одним Послушным Совершается Великое Все Божье Предназначение Все Что Бог Предназначил Он Совершает Через Послушных Вот Потому Самуил И Сказал Что Послушание Дороже Всякой Жертвы Лучше Почему Я же Такие Жертвы Принесу Богу Я Даже Себя Посвящу Богу На Словах Но Буду Жить Так Как Я Хочу И Служить Как Я Хочу Будет Ли Это Послушанием Первое Царство 15 22 Говорится И Отвечал Самуил Неужели Все Сожжения Жертвы Столько Приятны Господу Как Послушание Гласу Господа Послушание Лучше Жертвой И Повиновение Лучше Тука Овна Кому Сказал Самуил Саул Ну Саул Ведь Сохранил Целое Стадо Для чего Богу Жертву Принести Для Бога А Бог Говорит Я Тебе Сказал Все Убрать Все Уничтожить Не Нужно Это Заклятое Послушание Послушание Дороже Жертвы Потому Что Через Послушание Бог Совершает Свои Дела Как Немногие Послушны Голосу Бога Но К счастью Бог Всегда Находит Хоть Одного Но Послушного Себе Каждом Поколении У Бога Есть Послушный Может Даже Не Один Но Послушный Немного Но Есть Всегда Которые Повинуются Голосу Бога И Следуют Тому Что Повинуются Идут Не За Большинством Не Смотрят Большинство Сказало Большинство Решило Нет Бог Сказал Даже Если Все Большинство Против Бог Сказал Многих Я могу Перечислять А Даниил Большинство Говорило одно А Даниил Стоял В правде И трое Месах Сидрах Абдинага Большинство Шлепнулось На землю Поклонилось Идолу А трое Стоят Понимаете Бог Совершает Чудеса Вся земля Признала Бога Всевышнего Благодаря Тем Немногим И мы видим Что Немногие Мужи И жены В Библии Даже Ветхом Завете И в Новом Совершали Великие Дела Через Послушание Только Только Послушание Послушны Были Голосу Бога И совершали Победы Божьи Гидеон Просто Послушан Был Бог А все Остальное Совершал Господь Самсон Девора И другие Судьи Если будут Перечислять Были Послушны И совершали Дела Божьи Мы знаем Исфирь Мы знаем Иудив Если будем Перечислять Вот все Кто записан Книгу Все Они Были Послушны Все пророки Были Послушны Многих Можно Перечислять Но я Хочу Теперь О Давиде Немножко Сказать Почему Давид Был По Сердцу Бога Как По Вашему Кто Может Быть По Сердцу Бога Тот Кто Совершает То Что На Сердце У Бога Правда же Если Тот Кто Совершает Тебе По Сердцу Он Просто Тебе Друг То Что Бог Задумал Давид Хотел Сделать Давид Был Послушан Поэтому Он Был По Сердцу Бога Так Бог Его И Назвал Муж По Сердцу Моему Да Деяние 13 22 23 Как Сказано Отринув Его То Саула Бог Поставил Им Царем Давида О Котором Сказал Свидетельствуя Нашел Я Мужа По Сердцу Моему Давида Сына Исеева Посмотрите Почему Который Исполнит Все Хотения Мои Иными Словами Что Будет Послушан Исполнит Все Хотения Мои Из Его Потомства Бог Обетований По Обетованию Бог Воздвигнет Израилю Спасителя Иисуса Почему Почему Из Давида Из Колена Давида Почему Ясно Сказано Потому что Он был Послушан Он Все Исполнит Что Я Хотел Вы Видите Что Послушание Послушание Одного Благословиться Послушанием Одного Целый Мир Послушанием Одного Совершится Великое Дело Бога И Спаситель По Плоте Пришел Из-за Послушания Одного Послушания Другого Одного Одного Мария, Мать Иисуса Христа, послушанием приняла семя от Духа Святого, не по логике, не по физически, послушанием, понимаете? Спасителя мира родила, послушанием. Сына Божьего родила, послушанием. Послушанием одной Марии мир пришел в спасение. Послушанием Богу родился Иисус. А Иосиф, муж Марии, послушанием совершал Писание. Во сне явился Ему ангел, сказал, прими Марию. Он послушался. Он не стал говорить, так это же сон. На самом деле, это быть такое не может. Что это такое Духа Божьего, она тут беременная. Что за ерунда? Во сне приснится всякое? Нет, послушанием принял Марию, кормил и одевал, хочется сказать, пока она не родила. Послушанием принял ребенка, верил, что это чудо. Мало того, послушанием дальше продолжал двигаться. Иосиф во сне опять приснился Ему, а теперь бери младенца и в Египет иди. Зачем? Я не собирался в Египет. У меня на это и денег нет. И желание, у меня там родня. Нет, даже думать некогда. Бери и беги. И послушанием пошел в Египет. Один. И ради одного послушного исполнилось Писание, которое было написано давно, задолго, еще до рождения Иисуса Христа. Хотите, чтобы вами исполнялось? Послушайтесь, Господь. Матфея 2, 13, 15 говорится, Когда же они отошли, все ангел Господень явился во сне Иосифу. И говорил, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Мало того, что беги в Египет, еще сиди там, пока не услышишь, а вдруг больше не скажет Бог. А вдруг больше мне такой сон не приснится. И что, я должен всю жизнь сидеть в Египте? Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет и там был до смерти Ирода. И теперь слушайте, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорил из Египта, воззвал я сына моего. вы думаете, Иосиф тогда думал, что там пророк сказал. Он просто послушанием совершил то, что пророк сказал. Понимаете, что такое послушание? Послушаем. И послушанием совершал. Послушанием вышел из Египта. Все послушанием. Все Писание пишется послушанием одного. Мы с вами читаем, восторгаемся. Но это реальные люди. Это реальные жизни. Жизни послушных. Они совершают это. И после смерти Ирода ангел Господень пришел, как и сказал к Иосифу опять. И говорит, встань, возьми младенца и матери его и иди теперь в землю Израилеву. Но я-то уже здесь обосновался. Уже здесь деревья посадил виноградником. Уже дом. Теперь все бросай. Опять куда-то беги. Послушание не рассуждает. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Послушание. Понимаете, что такое послушание? Как оно важно, это послушание. А мог Иосифа слушаться? Мог. Конечно мог. Он же человек. Мог сказать, отмахнуться от этого сна. Но вот это сердце. У послушных есть особенное сердце. Почему Бог говорит, по сердцу моему? Вы думаете, только один Давид по сердцу Бога? Все послушные это по сердцу Бога. И вот это сердце послушное, оно не дает ослушаться Бога. Будешь двигаться. потому что услышал голос Бога. А ты послушный. Ты не можешь отказать. И наконец-то как венец послушный. Кто у нас? Иисус Христос. Сам Сын Бога Живого. Он завершил план спасения. Чем? Послушанием. Уж тебе-то что слушаться? Ты сам Бог. Но вы знаете, как интересно о нем сказано к Евреям 5, 8, 10. Хотя Он и Сын Бога, однако страданиями навык послушанию. Страданиями навык послушанию. И совершившись сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Вы все заметили, для всех Он стал спасителем. Ну как же, конечно, для всех. Ну как же, для всех. Но здесь говорится для всех послушных. Для всех, но послушных. Все слышали? Для всех послушных. Ему послушных Ему Он заделался спасителем. вечным для послушных. Теперь мы только верой и послушанием приходим к Иисусу и для того, чтобы снова обрести то, что непослушный Адам потерял. Мы возвращаемся. Вы знаете, у нас не новый путь, у нас путь возвращения. Мы возвращаемся в Едем. Сейчас, говорится, Царство Божье внутри вас. Мы возвращаемся, теперь уже Духом, уже не плотью. Туда, откуда Адам был непослушанием изгнан. Мы возвращаемся в присутствие нашего Бога, в присутствие Ангелов, Духа Святого. мы возвращаемся в этот самый рай, утерянный для человечества, одним непослушным. Как может сделать много один непослушный. Он может увести за собой все человечество, на что и рассчитывать делал. Он хочет возглавить все человечество и увести один непослушный. Поведет за собой непослушных. А теперь мы верующие и послушанием приступаем к благодати, которая была утеряна. Вы знаете, к евреям написано очень интересное место. И я думаю, что это место, оно как бы засекречено еще, не совсем открыто. Евреям 12, 18, 24. Мы можем его цитировать, но до глубины, войти в глубину понимания этого слова мы еще не вошли. Здесь говорится, вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку в буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедовано Богом было. Хочу на этом немножко остановиться. Вы вообще-то услышали, что я сейчас прочитала? Давайте посмотрим еще раз. Тут описывалось явление действительно такое грандиозное, могу сказать. Полыхала гора, дрожала, дым, облако, молнии, но самое главное, что оттуда был голос. Самое главное, что оттуда говорил Бог заповеди. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй. И что тут написано? Сейчас чуть-чуть немножко и к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Почему? Ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было. Я думаю, вы раньше это не слышали. Не могли стерпеть того, что было заповедано. Не, не молнии грома, не земля тряслась. То, что Бог заповедовал, они не могли стерпеть. Если и зверь прикоснется горе, будет побит камнями и поражен стрелой, настолько свят был закон. И столько ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Все это было явление, такое вызывало трепет. Но однако Моисей даже поднялся на эту гору. А они сказали, не можем слушать то, что заповедано. Но мы сейчас даже не к этому приступили, но мы приступили к горе Сиону, то есть к чему-то более высокому, более святому, к горе Господней, к городу Бога живого, к городу Бога живого. Мы приступили, вы понимаете? Вы все это ощутили, что вы к этому приступили? К небесному Иерусалиму. А вы знаете небесный Иерусалим? Когда видел видение Иоанн, видел видение небесный Иерусалим и сказал, что это его что? Невеста. К чему вы приступили? К церкви, к невесте, как она должна быть свята, в ней это все, в невесте. Это и есть гора Сион, город Бога живого, потому что он говорит, царство Божье внутри вас. Живой Бог внутри нас. Небесный Иерусалим, невеста. Это к этому мы приступили. К тьмам ангелов. Это истинная правда. Сейчас здесь тьма ангелов сидят между вами и стоят. Вы не видите, но здесь присутствие ангелов, потому что всегда это служение ангелов. Когда Дух Святой сходит, Он сходит в ангелах. к торжествующему собору. Мы приступили. К церкви первенцев мы приступили. Уже написанных на небесах. И к Судье всех Богу. Не забывайте. И к Духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу. И кровикрапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Вот куда нас Бог привел. Послушанием. Послушанием через Иисуса Христа. Все это совершилось. Это благодать, к чему мы с вами приступили. И остаемся живыми по сей день. Хоть и приступили к такой святыне. благодаря одному послушному Иисусу Христу. Потому что Он был послушен вплоть до смерти крестной. И Бог все вот это совершил. Немножеством. Одним послушным. Одним послушным в Своем роде. Бог совершает и сегодня. Одним послушным на Твоем месте. если ты послушен. Бог совершает нечто. То, что Он заготовил, то, что Он написал, и то, что исполнится здесь. Один послушный голосу Божьему являет силу Бога. Как и в Новом Завете, все 12 апостолов были послушны. Они понесли благую весь миру, живя в послушании, двигаясь верой. И наше спасение совершается тоже из-за одного послушного. А почему оно совершается? Почему нужно нам спасение? Потому что был один непослушный. Из-за одного непослушного. Теперь нужно опять в послушании приходить. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обличие благодати и дар праведности будут царствовать жизни посредством единого Иисуса Христа. И посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так посредством одного всем человеком оправдания в жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведниками многим. Вот именно об этих немногих, об этих послушных и говорится в голове к евреям о том, что весь мир недостоин. Их весь мир недостоин. но о них говорится, что они достойны Господа. Представляете, вот послушный он достоин Господа. И сейчас призыв идет к послушанию. И сегодня тот же голос Духа Святого призывает к послушанию. Войдите через послушание в покой. Дверь через послушание. Только эта дверь есть спасение наше. Она, наверное, так и называется послушанием. Вот не войдешь послушанием, не войдешь, потому что Иисус Христос это послушание. И для всех послушных Он сделался дверью. Послушанием входишь, а не послушанием выходишь. выход для непослушных из Иисуса Христа из спасения вышел. Потому что с другой стороны непослушных сюда. Но Иисус сделал себя послушным и для всех послушных спасителям. Знаете, я не могу умолчать о Моисее. Хотел умолчать, не получается. какой Он был послушный. О Нем говорится, что Он был кратчайший из людей. А что такое кратчайший? Это есть послушный. Он настолько был послушным, что о Нем сказано, что через Него совершил Бог все, что хотел совершить. И говорится, что Моисея совершил все, что Бог повелел Ему. Хочется, чтобы когда-то про вас Бог сказал то же самое. То ты, дорогой брат или дорогая сестричка, совершила все, что Бог повелел тебе. Вы знаете, я сегодня, когда молилась, вот про Моисея как-то мне так открылся интересно. Помните, когда Моисей поднялся на гору, вот эту пылающую огнем и так далее. В это время народ веселился внизу, праздновал, поклонялся золотому тельцу, танцевали. Он там преклонялся, написал в страхе и трепете, в посте, 40 дней не ел, не пил, а тут веселье и радость петь, душа веселись. Что сказал Бог Моисею? Я уничтожу весь этот народ. Богу множество не надо. Множество непокорных, Богу недорогие. Он сказал Моисею, я всех их уничтожу, а ты единственный останешься. Из тебя я произведу новый народ. Множество. Ну и что, вот нас много, значит, мы правы. А Моисей один. Вот Моисея оставлю, а вас множество уберу. Бог никогда не смотрит на множество. Он смотрит на сердце. Почему Моисея оставит? А потому, что он был кратчайший из людей. Он был послушный. Да, мы знаем с вами историю, что Моисей упал пред Богом, молил за народ. Но Бог дважды хотел оставить только Моисея. Как когда-то оставил Ноя, а не покорных убрать. И Моисей вымаливал у Бога этот народ, потому что нес его на руках, имел сердце Отца. Но я хочу показать вам, как Богу дорог один, но послушный. Не массы один, но послушный. Богу дорог. Почему? Потому что Он по сердцу Бога. Потому что Он исполнит все, что Бог намерился сделать. По слушаниям мы исполняем волю Бога. Никак не иначе. И я очень хочу, чтобы Церковь наша была тот самый один, который исполнит волю Бога. Тот самый единственный, как и сказал сегодня мне Дух Бога, чтобы это было тело Христа, воскресшее в славе, чтобы люди стали искать Иисуса и нашли Его, потому что тело вот оно. И кому не прикоснешься, это все члены тела Христа, получат исцеление, освобождение, воскрешение вот здесь, потому что здесь живое тело Христа. Но это только возможно послушанием. Если мы будем едины в послушании, учитесь уже сейчас просто повиноваться, просто слушаться, просто быть послушными, а Бог совершит все остальное. И не надо смотреть миллионы вот там, там десять тысяч, там пять. Одним, одним послушным Бог творит чудеса. И Бог совершит одним послушным пробуждение. Одним послушным. Пусть это будет наше тело Христа. Бог в Бог Бог в в в